Теряли часть багажа Киргизы, у нас, кстати, как раз и тренерский штаб гостей. Так вот, потеряли часть багажа, и в том числе в одном из пропавших чемоданов был флаг Киргизстана, и пришлось Федерации в последний момент тут выкручиваться, и в итоге здесь, где реют все флаги на стадионе, и УЕФА, и Федерация футбола, в общем, все-все. Киргизский, ну, раза в три, в четыре, наверное, меньше остальных, уж какой нашли. Кстати, там не только в Эстонии потерялся багаж, часть багажа, но даже говорят, что и даже двоих человек официальной делегации не досчитались. Не знаю уж, что это означает, то ли забыли, может быть, то ли опоздали на рейс. В общем, вот так, такая вот детективная практически история. А у нас 20 минут уже позади. Два отличных шанса создали за эти 20 минут футболисты сборной Молдавии, которые не реализовали, но киргизская команда пока не особо впечатляет своей игрой в атаке в том числе. Может быть, сейчас. Сидоренко, ну, два в два могут попытаться убежать футболисты сборной Молдавии, и кто кого. О, опасно, удар, неприятный очень удар, и Павел Матиш. Отразил его, но едва не срезал собственные ворота. Это Антонюк бил, и опять все очень близко к голову. Вот так на грани, на грани буражирует сборная Молдавии, пока эту грань не переступая. Сразу два рикошета, по-моему, смутили здесь галкипера сборной Киргизии. Сначала, ну, вернее, один рикошет от защитника, а потом еще и рикошет от рук галкипера. Георгиев издалека попытался пробить, не лег мяч на ногу, как говорится. Хотя кому, а вот как раз улыбающемуся Сергею Георгиеву. Он-то здесь сегодня чувствует себя точно как рыба в воде. Родной стадион. Иван Карас задумчив и серьезен. Думаю, что есть у него вопросы по реализации, прежде всего, к своим подопечным. Ну, это все. Отложим до пресс-конференции после матча. Еще одна атака сборной Киргизии. Фланговый на этот раз прострел со стороны Вадима Харченко. И защитники накрывают легко эту передачу. И ответ сборной Молдавии. Вновь попытка за счет Антонюка по правому флангу пойти вперед. Заканчивается она нарушением правил Наси Доренко. Извиняется Ислам Шамшиев. Это он фалил. Ну, достаточно грубо, на самом деле, здесь сыграл. Мог бы, по большому счету, при желании и желтую карточку показать украинский рефери, но не стал. Пока ни одного предупреждения. И по большому счету грубости нет в игре. Игра соответствует своему статусу товарищеской. Особо тут кость не играют футболисты и стараются уважать друг друга и беречь в какой-то степени. В хорошем смысле этого слова. Ари. Выиграл сейчас он дедовый Суворов, который его страховал. И вновь, опять же, заброс на Давида ТТ. Интересно, если уберут с поля Давида ТТ, то это же вообще непонятно, как сборная Киргизии станет играть. Далеко по-прежнему тут прояснение неба, затянутого по-прежнему тучами, льет достаточно сильный дождь. Я думаю, вы в какой-то степени слышите. Ну вот он, Сергей Дворянков, российский специалист, который взял на себя время поднимать киргизский футбол. Наверняка нелегкая. Но вообще, на самом деле, конечно, Бишкек очень красивый город. Давайте эту атаку досмотрим. Бьет по воротам Сидоренко, не очень сильно. И, мать, аж легко мяч забирает. Красивый город Бишкек. И это я вам говорю не по фотографиям и видеороликам в интернете. Бывал в свое время. Давно, правда, но был я. Тогда еще он был город Фрунзе. И очень красиво. Ну, горы вокруг. В общем, есть на что посмотреть, на самом деле. Столица Киргизии. У нас какая-то остановка игры. Я, честно, не совсем представляю, чем она вызвана. Уходит с поля Анатолий Власичев. Но он не просит замены. А просто ему сейчас будут оказывать помощь врачи. Замены пока не предвидится. Хотя, я думаю, что сегодня их будет немало. Я, честно, вам не скажу. Перед игрой не поинтересовался, как договорились тренеры. Какое количество замен они оговорили. Ну, узнаем по ходу игры. Все больше и больше нам показывают Сергея Дворянкова. Честно говоря, не знаю я, чем вызван такой интерес к наставнику киргизской команды у нашего режиссера. Тем не менее. Может быть, потому что на поле пока, откровенно говоря, не происходит каких-то феерических событий. Половина тайма, тем временем, позади уже первого. 0-0 в матче Молдавия-Киргизия. И лучше пока играет сборная Молдавии. Не критически лучше, не то чтобы преимущество какое-то подавляющее. Но, по крайней мере, сборная Молдавии создает момент и пока, правда, не реализует. Но несколько раз была уже очень близка к голу. Как оно будет сейчас. Еще один удар по воротам Павла Матеша. И вновь вступает в игру голкипер сборной Киргизии. Еще раз иллюстрируя мои слова. О том, что сборная Молдавии, по крайней мере, доводит свои атаки до завершения, в отличие от Киргизов. Которые с большим трудом доходят до штрафной площадки Нигая. И вот только сейчас даже пришлось вспомнить, кто стоит в воротах у сборной Молдавии. Потому как откровенно скучает Адриан Нигай в своем дебютном матче за сборную Молдавии. Проходит и передача на Дедова, но поднят флажок, во-первых, лайнсмена, зафиксирован на сайту десятки сборной Молдавии. Ну и в любом случае Дедов до этого мяча не дотянулся. Дедов можно играть, показывает украинский рефери, потому как с мячом был футболист сборной Молдавии. Не стал устанавливать игру арбитр. И вновь передача на ТТ. И вновь она легко очень читается к защитникам, которые, по-моему, давно тоже все это поняли, как играет впереди сборная Киргизии. И, если честно, не совсем я понимаю, откуда такая простая тактика впереди, которая легко прочитывается. И почему не попробовать сыграть через фланги. Ну, какие-то варианты, на самом деле, должны быть. Сергей Дворянко прошла эта передача на Сидоренко. Выход фактически 1-1 и 1-0. 1-0. Евгений Сидоренко распечатывает ворота Киргизов пушечным выстрелом под перекладину. И вновь коснулся мяча Павел Матиш. Но на этот раз уже так мощно и сильно пробил Сидоренко, что шансов у голкипера было немного. И ноль шансов, на самом деле. Ой, ноль эмоций на лице Ивана Караса и Ивана Тестемица. Да, но спокойно они там взирают за тем, как их команда выходит вперед. Как будто ничего не произошло. Нет, вы знаете, я сказал, что коснулся мяча Матиш. По-моему, я погорячился. По-моему, чисто мяч влетел в ворота. Рикошет нам от перекладины. Красивый гол. Как в детстве говорили, пыром ударил Сидоренко. Не знаю, как у вас. У нас во дворе это считалось как бы признаком некрасивого футбола, когда пыром бьют. Но во взрослом футболе, конечно, все иначе. И гол он и в Африке гол. Еще один фолл. И это все тот же нам знакомый уже Ислам Шамшиев. И запомнил его в том числе и Александр Дирдо, украинский рефери, который сейчас уже последнее, по-моему, устное киргизское предупреждение ему сделал. Очень так импульсивно руками показываю ему, что следующая попытка будет уже пресекаться, наверное, с помощью карточки. Не прекращается дождь у нас, но, по-моему, футболисты на него вообще никак не отвлекаются. И ему в какой-то степени, я думаю, даже, наверное, комфортнее чуть-чуть, чем в жару сильную играть. Повторюсь. Мяч в игре. Дедов. И едва опять на Антуника не прошла эта передача. А так он уже готов был убегать из-за спины Артура Муладжанова, высокого центрального защитника. И сейчас, кстати, к нему партнер таланта Самсалиев претензии предъявляет. Я думаю, что связанная как раз с пропущенным мячом. Через его зону убегал Евгений Сидоренко. Ну и вот сейчас опять Сидоренко и Муладжанов. Дуэль. И вновь она заканчивается в пользу молдавского нападающего. Но здесь уже помогает Арии с красивым именем голливудского актера Элайджа. Правда, и встречал я написание Элия, но я думаю, что Арии, наверное, Элайджа. Ну, это желтая карточка первая. Клод Кумака ее получает. За вот этот вот опасный очень подкат, неприятный против Жордана. Ну и за 15 минут до завершения первого тайма сборная Молдавии еще раз получает право на стандарт. На этот раз уже с противоположного фланга. Вот удар, по-моему, даже поворотом был сейчас. Скорее подражбил, чем передачу делал. Тем не менее, в створ не попал. Гергиев мяч перехватывает, а отдает не точно. Давайте я вам замены расскажу. Я думаю, что повторюсь, их будет много, поэтому вполне возможно, что и в первом тайме еще что-то будет менять. Сборную Киргизии я вам все-таки предлагаю по факту замены обсуждать, потому как вряд ли вы кого-то знаете пофамильно. И вряд ли какие-то фамилии что-то нам с вами скажут. А вот сборная Молдавии интересно. В запасе есть Артем Гайдукевич, Геннадий Машняга, Петр Леука, Андрей Бугняк, простите, Денис Расулов, Раду Катан, Александр Леу, Георгий Овсяников, Максим Антонюк, Сергей Кожакарь, Анатолий Дорош и Каталин Карп. Такие вот есть игроки в распоряжении Ивана Караса. Мы смотрим еще одну опасную атаку и вновь могло быть очень хорошо, если бы чуть поудачнее, по расторопнее сыграли футболисты сборной Молдавии. По-моему, это не по смаку Антонюк мог эту передачу замыкать. Ну вот, смотрите, на этом повторе, видите, какое черное небо. Ну а теперь, собственно, о футболе. Хорошую передачу дедов делал. Пока мы смотрели повтор, у нас выполнили футболисты сборной Молдавии угловой. Правда, ничего с него создать не получилось. И также и не получается ответная контратака у сборной Киргизии. Лежит молдавский футболист на газоне и не поднимается. И спрашивает у него, украинский рефери, нужно ли вызывать врачей или нет. Не вызывает. Хотя очень долго Антонюк лежит и держится за лицо, но... Суров оказался, Александр Дердо. 35 минут позади. 1-0. Напомню, Евгений Сидоренко, автор единственного пока забитого мяча. И сборная Молдавии выигрывает. Суворов. Отыгрался с Антонюком, но... Не получилось. Делаем флангам. Вот сейчас... Патраш. Не глядя туда в передачу отдавал. Он никого, партнеров там не было. Но поборолся Дедов. Можно бить. Георгиев. И второй раз у него совсем не получается удар. Ну, что странно вообще. Георгиев здесь-то тоже должен бить... Закрытыми глазами в створ попадать. А вот второй раз уже видим, как... Ну, очень уж не точно получается у семерки. Сборной Молдавии. Удар. Матяш входит мяч в игру. Делает это сильно. Перехватывает мяч Киргизы. Ари. Сыдыков. Муладжанов. Мульс Сыдыков. Шамшиев и дальше налево в направлении Голова-оттенка. Голова-оттенка. Передача и Сидоренко едва не убежал. Сейчас не оббежал третьего номера. Таланта Самсалиева. Интересное такое имя. Талант. Родители как бы пытались с детства заложить уже. Судьбу ребенка. Ну и, как видим, не зря. Талант Самсалиев уже в основной сборной Киргизии играет. Что, как известно, для футболистов является... Высшей, наверное, высшим признанием их футбольного таланта и мастерства. Ну вот это подарок для Нигая, который, по-моему, очень обрадовался этому... Это и возможности в какой-то веке вступить в игру. Он полчаса фактически просто простоял. Еще один фол и очень сейчас не реагирует и получит сейчас желтую карточку за это на самом деле. Клод Кумака. А это же вторая у него. Красная карточка на пустейшем месте получает пятый номер сборной Киргизии. Просто на пустом месте. Вторую желтую карточку. В такой негрубой и спокойной игре Клод Кумака из-за своих эмоций заставляет свою команду в вообще плачевном состоянии. Мало того, что она проигрывает, она еще и остается в меньшинстве. Мы посмотрим повторную. Я думаю, вы видели прекрасно. Просто там был свисток арбитра, который зафиксировал обычное нарушение правил со стороны камерунского Киргиза. Но он так вот... Вот смотри. Ну и почему? Откуда здесь такие реакции? Ну попал рукой по лицу Суворова. Удар по воротам. Там, к сожалению, не закончился момент. Вот не за этот фол получил желтую карточку Кумака, а за то, что после того, как прозвучал свисток украинского рефери он так с досадой рукой по мячу ударил и показал свое несогласие с решениями и тут же получил красную карточку. Вторую желтую, вернее. Ну вот и без того не очень приятная ситуация для сборной Киргизии. Киргизии сейчас становится вообще практически критической. За 5 минут до завершения первого тайма в меньшинстве. Притом, что повторюсь, игра очень негрубая. Всего два предупреждения. Вот так получилось, так совпали звезды, что в адрес одного и того же футболиста эти две карточки были показаны. Оффсайд. Оффсайд там поднят флажок и нужно будет вводить мяч в игру сейчас. Нигаю. У Нигаю вообще хорошая возможность, если вдруг так все и будет. Не знаю, есть ли какие-то скрытые резервы у сборной Киргизии. Отличная возможность в дебютном матче отыграть на ноль. И кто там потом вспомнит, были ли моменты, выручал Нигаю или вообще простоял весь матч. Статистика запомнит лишь сухие цифры. Ой, как красиво Сидоренко сейчас убрал и не менее красивый Шамшиева подкат. Симпатичный очень эпизод. Пошли фолы под конец тайма. Может быть, чуть подустали команды, потому как почаще стали нарушать правила, чем было это раньше. Ну а у нас, по-моему, дождь закончился, что не может не радовать болельщиков, прежде всего, сегодня пришедших на игру. И Радуга. Кстати, Радуга над стадионом, над Малой Ареной и над Тирасполем в целом. Нигай, ну это атака вратаря, и нужно сейчас ТТ-ху попросить прощения, что он и делает. На каком-то языке даже ТТ успел еще и с Клонином пообщаться. Жестко очень ехал. Зачем? Не стоит на самом деле так. Еще одна остановка. Ну вот вообще разбивается у нас футбол. Наживились и болельщики сборной Молдавии, которых по-прежнему в количестве примерно человек десяти, не больше. Проорганизованных фанатов, я имею в виду. Ну а у нас близко к завершению. Первый тайм. 1-0. Спокойно, очень так академично сборная Молдавии переигрывает все же сборную Киргизии. Из трех своих отличных моментов реализовав один. И этого пока хватает. И еще раз напоминаю, что Киргизия в последние минут 10-5, наверное, точно играет в меньшинстве. Клод Кумака был удален за два практически подряд нарушения правил на желтую карточку. Которая, ну, естественно, трансформировалась красно. Дальше направо. Там Антонюк один в один не пошел обыгрывать. Возвращает Суворову. А вот эта комбинация не получилась у сборной Молдавии. И смотрим передачу на ТТ. Ну вот она. Еще раз, наверное, сейчас нет. Нет, вы знаете. И левым флангом попытались сейчас сыграть. Баристы сборной Киргизии. Дедов. Ошибается Дедов в аре. Суворов отрабатывает в обороне. Георгиев. У нас сейчас последняя минута первого тайма пойдет. И я не думаю, что Александр Дедов много добавит. Вполне может быть и вообще ничего не будет добавлять. А может быть минутой ограничится. Я так думаю. Теряют мяч в простой ситуации. Футболисты сборной Молдавии. Танюк не обработал. Но и не его вина. Не очень удобная передача была для приема. Ну и одна из последних атак сборной Киргизии, которая прерывается выносом мяча на трибуны. Еще одно нарушение правил. Сейчас посмотрим. Резервный орбитер украинский поднимет табличку. С минутами добавленными. Одну минуту. По одну минуту добавляет Александр Диардо.